Всем здравствуйте! С вами Ольга Дуброва, а вы на канале Процветок. Сегодняшняя тема затрагивала каждого. Это тема болезней растений. То есть те растения, которые всегда болеют, и некоторые говорят, лучше их вообще не сажать. Будем возражать. Разберемся, чего болеют, чем болеют и как их спасать. Во-первых, хочу сказать, что есть такие факторы, которые от нас не зависят. Это наличие соседа, у которого свой подход к земледелию, своя коллекция растений и свои цели. Вы с ним ничего не поделаете. Участок может ваш находиться на возвышенности, он может находиться в долине. На возвышенности будет проветриваться, в долине будет застой воздуха. У вас большой участок, маленький, розоветров, климат. Какое количество растений, какой ассортимент, как они друг с другом дружат. Есть ли животные, которые тоже могут хвостом что-то переносить. Наличие насекомых, наличие сорняков. Это факторы, которые от нас не зависят. В принципе, есть другая история, когда мы можем повлиять. Повлиять как? Это подбирать правильный ассортимент, осуществлять агротехнику и заниматься, разводить любимые растения совершенно спокойно. Даже те, которые считаются, что они всегда болеют. Постоянно идут споры сажать, не сажать хвойные растения, потому что у соседа туя и с нее на мою грушу летит ржавчина. Иногда все это не так. Потому что ржавчину отправляют сразу же как синоним любое хвойное растение. Это ржавчина. Нет, это не так. Как правило, ржавчина это вообще грибковое поражение. И грибы это история целая планета, а может быть даже это и космос. Потому что у них там сложные истории есть. Хорошо, когда растение, вот один хозяин. Тут оно прицепилось, там допустим мучнистость розы. И она тут на ней рождается, она ее там кушает, потом там как-то освобождается. Или мы помогаем. А есть два хозяина у этого патогена. Тогда вообще сложная история. И вот, допустим, просто на примере вам расскажу, сильно не буду удаваться эту тему. Растет в себе можжевельник. На нем начинается, это как хозяин, такой промежуточный хозяин гриба ржавчины. Одна стадия проходит, потом ему для развития нужна еще одна стадия. И он ищет, что? Грушу вашу ищет. Затем с груши в этой стадии он снова перекидывается на можжевельник. И этот цикл бесконечно повторяется. Из года в год. Весна, осень. Весною с можжевельника на грушу, осенью с груши на можжевельник. И кто же здесь виноват, груша или можжевельник? Тогда нам следует определиться, что мы выращиваем, можжевельники или груши. Если вы избавитесь от можжевельника, не факт, что у вас не будет ржавчины. Потому что споры разносятся на очень большие расстояния. И наличие где-то в лесу можжевельника обыкновенного тоже может спровоцировать у вас вот такую беду. Но это так для общего развития, что не стоит высекать все хвойные растения в округе и прожигать дырку в заборе у соседа, если он любит елки. Потому что на елках и соснах ржавчина не живет. Ржавчина поселяется на тех хвойных, у которых либо это могут быть некоторые можжевельники. Можжевельник казацкий, обыкновенный. Либо сосна, у которой, если присмотреться, в пучке будет 5 иголочек. 5-игольчатые хвойные культуры. Ну ладно. Так какие же болезни представляют для нас неудобства и опасность для наших растений? В первую очередь это мучнистая роса. А какие культуры поражаются? Очень многие культуры. Во-первых, из деревьев это будет барбарис ежегодно, и на березе, и на бузине, и дуб обыкновенный. Потому что инвазивный вид дуб красный не поражается. Совершенно чистые листья уходят в зиму, шуршат. Все хорошо с ним. А дуб обыкновенный наш стоит седой такой. Яблони, особенно молодые побеги, особенно весной, в стадии бутонизации, поражаются очень старой соль. Каштаны, клёны, лещина поражается. Розы, шиповники, сирени поражаются. Но переходим к цветочным нашим любимым культурам. Это пионы, флоксы, хоризонтемы, бальзамины, петунии, которые к осени, когда низкие температуры и в сухую и влажную погоду, большинство петуний будут поражаться. Рудбеки, которые все лето нас радуют своими яркими соцветиями солнечными. Осенью поражаются. Ну и то, что нас радует и обеспечивает нас. Пища это огурцы, это помидоры и тыквенные все остальные, кабачки и патиссоны. Все это поражается. Мучнистой росой. Также мучнистой росой поражаются злаки, как культурные, так и дикорастущие. И некоторые шалфеи. Следующая беда это ржавчина. Что мы увидим в саду? На чем? Естественно на овощах, на приноароматических растениях. Клубника часто поражается ржавчиной. Смородины, крыжовники. Снова там если присматриваться, это я вот про партнерство, кто кого-то обижает. А вдруг смородина обижает сосну. Потому что даже ржавчина, у нее очень много видов. И ржавчина, допустим, на смородине, она может быть столбчатой, а может бокальчатой быть. И у этих паразитов различные хозяина. У столбчатой это сосна, а у бокальчатой это барбарис будет. Ну и что же нам делать? Надо в первую очередь соблюдать агротехнику. Ни в коем случае не стоит отказываться от этих растений. Агротехника это значит правильный уход. Не делайте ваши посадки загущенными. Хотя я всегда призываю, когда там какие-то озеленительные такие вещи озвучиваю, что надо сажать куртинкой. Так вот даже в куртинке надо соблюдать расстояние между растениями, чтобы между ними гулял ветер и происходило проветривание. Точно как когда специалисты обрезают сад, говорят, что между ветвями должен пролетать голубь. Ну или какая-нибудь там среднего размера птица. Почему? Для того, чтобы освещение было, для того, чтобы проветривание было, чтобы солнце попадало туда. Тогда все будет в порядке. Затем надо подбирать растения так, чтобы почвы ваши соответствовали этим растениям. Предпочитает растение кислую почву, значит предоставьте ему такие условия. Нейтральная, значит должна быть почва нейтральная. Поливый. Не переливать. И естественно не допускать до того, чтобы растение пересыхало. Кроме того, те факторы, которые зависят от нас, это могут быть совершенно не болезни растений в полном смысле, когда они поражаются патогенами, а это физиологические заболевания, которые вызваны неправильным уходом. Вот то, что я говорила. Почва, полив, подкормка. Это все получаются физиологические дела, которые легко специалисту отличить от заражения различными болезнями. Потом мы должны обратить внимание на то, что современные сфлекционеры постоянно держат руку на пульсе и выводят сорта, которые устойчивы. Был такой случай с одними из немецких питомников, которые занимались разведением роз. И потом в какой-то момент они определили, что их сорта оказались неустойчивы к мучнистой росе. Они быстренько все это переделали и вывели сорта, устойчивые к мучнистой росе. Поэтому обращайте внимание, чтобы была приписка устойчив к поражению. Затем, то, что касается регулируемых условий, это прополки. Многие сорняки являются переносчиками, либо хозяевами промежуточными вот этих заболеваний, особенно ржавчины. И к ним относятся такие растения, как пыри, нами любимый, многие другие злаки. Затем посленые и растения из семейства посленовых. Может быть, они то сами себя чувствуют и хорошо. Вот, допустим, растет себе лебеда. На нее нападает мучнистая роса. И потом она переносится на культурные растения. Поэтому надо смотреть, чтобы мало того, что ваши посадки были чистыми, но еще прилегающие территории. То есть обкашивать, не лениться, либо пропалывать, как у вас будет время, как будет получаться. И, кроме того, что мы подбираем ассортимент сортов, все-таки надо пробовать сначала с простого, но надежного. Вот, как вы видите, передо мной стоят такие красивые бутылочки. И я считаю, что за биопрепаратами все-таки будущее. Здесь находятся культуры тех композиций, штаммов бактерий, которые очень успешно борются с различными заболеваниями. И в том числе и вредителями. Но мы сегодня говорим про болезни растений. Сенная палочка, здесь она в композиции с гидрогуматом. То есть не только будет работать этот препарат на подавление болезнетворных патогенов, но и также за счет улучшения состава почвы растения будут полноценнее усваивать питательные вещества. Корневая система будет более здоровая. Там образуются уже такие вот в корневой системе шевелятся колонии вот этих бактерий культурных. И значит растение будет чувствовать себя здоровым и с незначительными поражениями будет справляться без всякой дополнительной помощи. Есть еще такой мультибактериальный комплекс, где содержатся различные культуры. И они будут действовать не только на болезни, но и также на вредителей в течение всего сезона. То, как обрабатывать, это совершенно несложно прочитать. И очень выгодно экономично покупать именно такое. И здесь тоже композиция грибов уже и бактерий. Тоже очень удобная такая история. Все эти ребята, которые от культуры содержатся в этих жидкостях, они в естественных условиях также присутствуют всегда и везде, где есть почва. Но иногда, когда происходит сильное заражение и нарушается в результате нашей антропогенной неправильной нагрузки на почву, нарушается и структура почвы, и мы излишне там применяем химию. Применение химии вообще нас включает в такой вот бесконечный цикл. Чем больше мы, получается, обрабатываем, тем более устойчиво вырабатываются штаммы патогенов. И еще и больше, и больше, и дальше, и дальше. И шире список получается. Мне кажется, здесь вообще какое-то вредительство. Потому что получается бесконечная цикличная борьба. А природные организмы, которые заложены природой, бороться с различными патогенами, они работают мягко, главное вовремя это обнаружить. Поэтому на первое место я бы еще поставила профилактику в плане борьбы с различными заболеваниями наших любимых растений. И для профилактики, по инструкции, весной вы добавляете вот эти препараты, и вы посмотрите, как растения будут вам благодарны. И, во-первых, если применять еще на овощных культурах, на овощных грядках, то различные бактерии в процессе своей жизнедеятельности, они вырабатывают фитогормоны, которые способствуют естественным путем улучшению вкусовых качеств. Что также для нас немаловажно. И даже на окраску плотов, допустим, томатов. Ну, мне кажется, что это очень хорошая история. И в заключение давайте подведем черту. Потому что вот про все это можно говорить много. Режиме какое таково, что не бойтесь высаживать ваши любимые растения, не бойтесь, что они поражаются. Да, они будут поражаться, но выбирая новые сорта, выбирая биопрепараты и соблюдая правильную агротехнику, на корню прижимая малейшие проявления вот этих заболеваний, мы сможем с успехом выращивать и радоваться красоте нашего сада. Спасибо большое за внимание. До новых встреч.